Здравствуйте! 20.00 по времени столицы. Вы смотрите вечернюю информационную программу. Я Сергей Гергель и мои коллеги службы новостей телеканала Хабар 24 готовы подвести итоги и рассказать о самом важном в стране и мире. Вопросы противодействия пандемии обсудили сегодня в Аккордзе. Касым Жмартукаев провел встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустином. Совеседники рассмотрели вопросы совместного производства вакцин. Также президент высоко оценил итоги состоявшихся накануне переговоров глав правительств двух стран. Он особо отметил динамичный рост взаимоотношений между государствами в торгово-экономической сфере. Только за первые пять месяцев этого года объем торговли вырос на 26%. В свою очередь Михаил Мишустин поблагодарил президента за радушный прием и передал теплые пожелания от Владимира Путина. Также он отметил, что страны успешно взаимодействуют в инвестиционном плане. Сейчас российский бизнес участвует в 32 крупных проектах в нашей стране. Смотря на все трудности, в повестке дня очень большие планы, наращивание сотрудничества за счет конкретных проектов. К настоящему времени, благодаря усилиям правительств наших стран в различных сферах, будь это машиностроение, сельское хозяйство и другие важные отрасли, были созданы такие, я бы сказал, важные, если не сказать, якорные проекты. Я думаю, что мы обязательно должны работать в этом направлении. Только что мы с вами переговорили по целому ряду вопросов, связанных с реализацией намеченных планов. Я приветствую ваше желание персонально включиться в данную работу и абсолютно уверен в конечном успехе. Прежде всего, хочу передать вам самые наилучшие теплые пожелания от президента Российской Федерации Владимировича Путина. И, конечно же, хотел бы поблагодарить вас, коллег, за радушный прием большой делегации из Российской Федерации в Нур-Султане. С теплотой я вспоминаю первую встречу в Нур-Султане в феврале прошлого года с вами, с коллегами. Поскольку это был мой первый зарубежный визит в качестве представителя правительства, мы искренне дорожим дружбой, партнерством, союзничеством с братским Казахстаном. В правительственной линии у нас сформирована очень содержательная подробная повестка. Есть большие возможности совместной работы и неплохими темпами, бы сказали, развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем хорошие рекордные цифры к концу года и для этого есть все предпосылки. Первый президент Казахстана Ельбасы встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В ходе встречи Нур-Султан Назарбаев отметил высокий уровень сотрудничества между двумя государствами. Были затронуты вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений и развития региональной кооперации в рамках Евразийского экономического союза. Михаил Мишустин поблагодарил Нур-Султана Назарбаева за теплые приемы и передал добрые пожелания от президента Российской Федерации. Глава российского Кабмина поделился впечатлениями от казахстанских решений в сфере цифровизации, а также остановился на вопросах реализации совместных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. И это интересно. Все вопросы, касающиеся марта взаимоотношений, абсолютно ясны. Я считаю, что российско-казахстанское сотрудничество примерное для всех других государств. Все 30 лет после развала союза у нас ни разу не возникло никаких разногласий и конфликтов, потому что Казахстан настроен всегда быть рядом и выполнять договоренности о нашем стратегическом партнерстве, вечной дружбе, и это в интересах обеих государств. Казахстан и Россия преодолевают вопросы борьбы с коронавирусом, связанные с этим трудности в экономике. Недавно мы встречались с Владимиром Владимировичем, советовали, сговорили, сверили часы, будем работать как раньше. Казахстан не интересован в развитии промышленной кооперации по всем направлениям. Мы решили сложнейшие вопросы границ между нашими странами, в том числе в Каспийском море. И последующие годы всегда мы чувствовали плечо. Вы встретитесь сегодня в правительстве Казахстана, нам надо укреплять эту организацию. Вы упомянули взаимодействие в промышленности. Мы проработали вчера очень много совместных проектов, в том числе обсудили и авиастроение, горно-рудную, химическую промышленность, много-много всего. Конечно, необходимо говорить также о сотрудничестве в сфере цифровизации. Целый блок идет мощных достаточно инициатив. Он есть у нас и в Еуразес, и в двусторонних отношениях. Я вчера посмотрел на блестящий центр, который коллеги организовали для так называемого электронного правительства. Очень интересные наработки. Скажу откровенно, у нас нет никаких тайн. Мы также взаимно открыты. Мы показываем то, что сделали у себя в Координационном центре правительства России. Но я скажу, меня вчера поразило, с какой скоростью коллеги внедряют самые современные решения. Здесь работа сберегательного банка также очень интересна могла бы быть по созданию платформы. Вот такой целый комплекс направлений на сегодняшний день в нашей двусторонней повестке. И сегодня же Касым Жмар-Тукаев принял специального представителя ЕС по Центральной Азии. В ходе обсуждения международной повестки дня глава государства Этери Хакалу основное внимание уделили ситуации в Афганистане. Президент выразил обеспокоенность в связи с угрозами, вызванными резким изменением военно-политической обстановки в этой стране. Участники встречи высказались за скорейшее восстановление стабильности и общественного порядка на всей территории Афганистана, соблюдение основополагающих прав и свобод человека, обеспечение беспрепятственной эвакуации из международного аэропорта Кабула. Стороны подтвердили готовность поддерживать контакты по данной проблематике с учетом ее важности для отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Глава государства принял Акима Восточно-Казахстанской области. Даниил Ахметов рассказал о социально-экономической ситуации, а также о готовности региона перейти к традиционному формату обучения. Персонал учреждения образования прошел вакцинацию. Ежедневно иммунизацию в регионе проходят 10 тысяч человек. К концу сентября основной контингент будет привит первым компонентом, а к концу октября – вторым. Всего планируется вакцинировать 747 тысяч жителей Восточного Казахстана. Даниил Ахметов также поведал об исполнении поручений в сфере развития массового спорта. Для дальнейшей поддержки этого направления дополнительно выделено 890 миллионов тенге. В этом году планируют завершить строительство 15 крупных спортивных сооружений. Почти в два раза выросла заболеваемость ковид в Карагандинской области за последнюю неделю. Регион находится в темно-красной зоне. Ежедневно там регистрируют больше тысячи новых случаев заражения. Из-за сложной эпид-обстановки карантинные ограничения там продлили. Соответствующее постановление подписал главный санврач области. Послабление получили только уличные аттракционы и находящиеся в зданиях непродуктовые магазины участники проекта «Ашик». С 21 августа им разрешили работать, но только по будням. С санитарных ограничений начнется и новый учебный год. Все образовательные учреждения обязаны установить «Ашик». Чтобы учиться в традиционном формате, студенты вузов и колледжей должны пройти вакцинацию. Вакцинацию студентов в возрасте 18 лет и старше, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания или переболевших за последние три месяца. За оселение в общежития учебных заведений только вакцинированных студентов, за исключением несовершеннолетних, в среднеспециальных высших учебных заведениях задействовать все входы-выходы. Проведение ежедневного фильтра всех сотрудников и обучающихся. Ситуацию в роддомах Северо-Казахстанской области назвали критической. Все чаще врачи принимают решение вызывать у женщин, зараженных коронавирусом, преждевременные роды. За последний месяц поступило больше 60 беременных с положительным ПЦР-результатом. Об этом заявили в Управлении здравоохранения региона. Ковид у таких пациентов, как протекает в крайне тяжелой форме, полноценно выносить ребенка становится проблематичным. Врачи, спасая жизнь матери, раньше срока проводят кисаревосечения. Сейчас там борются за жизни недоношенных новорожденных. Вес некоторых малышей не превышает и одного килограмма. На стационарном лечении в данный момент находятся 7 беременных женщин. Из них 5 в средней степени тяжести, 2 женщины в тяжелом состоянии. В том числе одна из них находится на аппарате искусственной вентиляции в легких. На амбулаторном лечении продолжают лечение четверо беременных. С июня месяца на сегодняшний день мы провели у 15 крайне тяжелых беременных кисаревосечения. К сожалению, из них 12 было недоношенных новорожденных. Четверо из них до сих пор пока в реанимации. В данный момент идет длительная и усиленная борьба за жизнь этих недоношенных новорожденных. В Шемкенте закрыли ковидный стационар, который работал без лицензии. Его развернули в здании общежития колледжа. Вот только такое рвение увеличить коечный фонд не оценили жители ближайших домов. Горожан беспокоило, что здание не огорожено. К тому же открытые окна палат выходили прямо на тротуары. Через эти же окна родные пациентов с коронавирусом передавали продукты и спокойно беседовали. Наши корреспонденты выяснили, что при открытии стационара они учли мнение санэпидемиологов. Разрешения на работу от санитарных врачей этот ковидный центр не получил. Учреждение, прежде чем принять пациентов, должно было сначала подать заявку, пройти проверку на соответствие санитарным требованиям, а затем получить лицензию. На данный момент всех пациентов перевели в другие стационары. Здание закрыли. По закону должно быть это открываться, как полагается. Она должна соответствовать. Это у нас районы занимаются этим, районы управления. К ним заявка не поступала. Именно по ОГГА-регатуре. На сегодняшний день обшит-обшитие не работает. Мы открыли его в экстренном порядке, потому что у нас не было места в других больницах. Не было времени ждать, когда мы получим лицензию. Поэтому нужно было экстренно принимать. То есть мы взвесили или это жизнь пациента, или это условия. Поэтому было решение открыть в экстренном порядке койки. В Павлодаре скончалась пациентка, которая призналась в больнице, что купила поддельный паспорт вакцинации. 29 июля ее в тяжелом состоянии госпитализировали в инфекционный госпиталь областного кардиоцентра. У 61-летней женщины была повышенная температура и сухой кашель. Ей поставили диагноз коронавирусное пневмоние. 18 дней пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Накануне ее состояние резко ухудшилось. Сегодня она скончалась. В начало года в регионе зарегистрированы 313 летальных исходов от ковида. Больше всего 59 случаев произошло в этом месяце. Регион остается в красной зоне. За прошедшие сутки коронавирус выявили у 399 человек. Другим темам. Больше 100 сотрудников ООН, прибывшие минувшей ночью из Кабула, уже приступили к работе дистанционно. В их числе и международные дипломаты, обладатели паспортов и иммунитетов международной организации. 60 прибывших останутся в Алма-Аты и откроют временный офис. Это позволит продолжить работу по поддержке людей в Афганистане. Об этом заявила специальный представитель и глава миссии ООН. Остальные вернутся в свои страны. Дебора Лайонс отметила, передислокацию других сотрудников организации из Афганистана не планируют. Сейчас часть из них продолжают оказывать местным гражданам гуманитарную помощь. Уезжать было сложно. Когда самолет взлетел, люди могли подумать, что мы радовались. Но нет. Все были опечалены, летели в тишине. Мы не хотели улетать из Афганистана, но на данный момент мы сделаем больше, находясь в безопасной среде и будем поддерживать наших людей в Кабуле. Также в пресс-службе ООН в Казахстане сообщили, что все прибывшие из Кабула вакцинированы. Сейчас они ждут результаты ПЦР-тестов, а после смогут передвигаться по городу. Талибы обвинили в гибели людей в аэропорту Кабула. Иностранцев западные военные создают панику тем, что стреляют в воздух для сдерживания толпы. По последним данным, из-за давки и хаоса погибли 12 человек. Однако талибан умалчивает о том, что блокируют подъезды к воздушной гавани. Боевики также беспорядочно стреляют по толпе. О ситуации в Афганистане расскажет Гульнара Жендагулова. Отчаяние и безысходность. Другими словами, описать ситуацию, которая творится возле аэропорта в Кабуле, невозможно. Напряжение нарастает. Сотни людей пытаются попасть внутрь. Здесь многолюдно даже ночью. Кадры из аэропорта словно из голливудского блокбастера. Только вот происходит это прямо здесь и сейчас. Американские солдаты применили слезоточивый газ, чтобы сдержать толпу. У многих из них нет вообще никаких документов и тем более каких-либо поручительств от иностранных государств, позволяющих им вылететь из страны. Талибан, впрочем, блокирует доступ на территорию аэропорта всех афганцев, в том числе и тех, у кого есть визы. Периметр охраняют американские военные, но боевики контролируют дороги и блокпосты вокруг него и задерживают людей на пути к гавани. Тем, кому удается добраться до аэропорта, предстоит еще более сложная задача – войти в него и улететь из страны. Драматичные кадры опубликовал Reuters. Военные США помогают девочке перебраться через ограждение. Главное для этих людей – спастись любой ценой. Ведь опасность поджидает на каждом шагу. При открытии ворот аэропорта талибы каждый раз то и дело производят предупредительные выстрелы, чтобы отогнать людей. Турция готова взять на себя охрану аэропорта в Кабуле. Переговоры об этом между Джо Байденом и Реджепом Таипом Эрдоганом велись еще до начала вывода американских войск. Военное присутствие Турции в Афганистане укрепит становление нового правительства и облегчит им жизнь на международной арене. Все дело в том, чтобы прийти к взаимопониманию с афганскими властями. Очевидно, что аэропорт – ключевой объект, от которого зависит дальнейшая работа международных миссий и иностранных дипломатов. Эвакуация займет время, поскольку только американских граждан в Афганистане насчитывается от 10 до 15 тысяч. Кроме того, США хотят эвакуировать 50-65 тысяч афганцев, работавших с американской миссией. К этому моменту США смогли вывести из страны около 5 тысяч человек. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска могут остаться в стране и после 31 августа, крайнего срока вывода войск, чтобы убедиться, что все американские граждане благополучно покинули страну. Пакистан, между тем, закрыл свою сторону границы с Афганистаном. Пограничный переход Торгхам на протяжении десятилетий был основным маршрутом, по которому афганцы попадали в Пакистан. Обычно границу ежедневно пересекали 6-7 тысяч человек. Сегодня на афганской стороне границы их всего несколько десятков. Талибы взяли Торгхам под свой контроль. Они не выпускают беженцев из страны. Попасть в Пакистан могут лишь торговцы и обладатели действующего разрешения. Представители службы безопасности Пакистана заявляют, что не хотят, чтобы боевики просачивали страну под видом мирных жителей. Я еду из Кандагара. Мы столкнулись с проблемами здесь, на пакистанской стороне границы. Они просят проездные документы, которых у нас нет. Многие люди едут из Афганистана в Пакистан. Большинство из них хотят поехать в Пешавар, где у некоторых из них есть родственники. В настоящее время из-за большого количества путешественников перевозчики взимают с них двойную плату. Не просто приходится и остальным жителям Афганистана. В городе Баглан-Маркази люди жалуются на рост цен. То, что раньше стоило один, а в Гони теперь четыре. А предприятия находятся в стрессовом состоянии после того, как талибы установили контроль над страной. Это провинция находилась под контролем талибана в течение последних трех месяцев. В то время был мир и дела шли хорошо. После того, как талибан взял под свой контроль весь Афганистан, мы столкнулись с трудностями в нашем бизнесе. Но мы надеемся, что талибан возьмет под контроль ситуацию в ближайшее время. Пока талибы вовсю устанавливают власть в стране, первый вице-президент Афганистана Амрула Салех заявил, что не признает власть талибов, назвав себя законным временным президентом Афганистана. Лояльные ему силы отбили один из районов провинции Панжер, который стал его оплотом. Местонахождение Салеха неизвестно. Посол Афганистана в Таджикистане Захир Акбар заявил, что Панжер станет сосредоточием сопротивления талибам. Я не могу сказать, что талибан выиграл войну. Нет, это просто Ашраф Гани отказался от власти после вероломных переговоров с талибаном и сдался без боя. Пока талибы хозяйничают в городах, в некоторых из них сегодня прошли протесты в честь 102-летней годовщины независимости Афганистана. Участники акции в Кабуле размахивали государственными флагами страны, которые талибы повсеместно меняют на собственную символику. На такие акции реагируют, мягко говоря, они недружелюбно и стреляют в воздух. Движение «Талибан» сегодня провозгласило победу над США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление талибов. Они считают, что народ Афганистана одержал верх над тремя неодменными империями. Три века подряд над Великобританией, СССР и США. И к данному часу это вся информация о Афганистане. Мы следим за развитием событий. Лесные пожары в Калифорнии продолжают охватывать все новые территории. Локализовать очаги возгорания пожарным не удается из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. По данным экспертов, количество сожженных земель в Калифорнии этим летом может превысить показатели разрушений прошлого года. Это больше, чем когда-либо в современной истории. Ожидается, что засушливый регион будет находиться в повышенной опасности из-за погоды до конца недели. На Москву обрушились проливные дожди и шквалистый ветер. Из-за урагана были повалены десятки деревьев. Больше 20 автомобилей повреждены. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. В северо-западном и северном административных округах выпало максимальное количество осадков, отмечают синоптики. Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды. Власти рекомендовали закрыть летние веранды, а водителям быть осторожными на дорогах. Информации о пострадавших не поступало. Столичные и городские службы приведены в режим повышенной готовности. Лесные пожары в Калифорнии продолжают захватывать все новые территории. Из-за масштабных возгораний эвакуировали почти 30 тысяч человек. Очаги возгорания не удается локализовать из-за ветра и засухи. Для того, чтобы снизить риск распространения пожара, спасатели отключили от электричества около 50 тысяч домов. Недалеко от Сакраменто огонь уничтожил десятки домов, школу и почтовые отделения. Мой дом сгорел. Дома моих соседей тоже сгорели. Я пытался вернуться туда, но пока не могу. Я купил дом полтора месяца назад. Это был дом моей мечты. К счастью, никто из членов нашей семьи не пострадал. Нас эвакуируют. Очень страшно от того, что пожар так близко. Я переехала сюда в апреле. Мы еще толком не обжились в нашем красивом новом доме. И теперь мы должны покинуть его. В округе Лейк огонь вплотную подобрался к жилому району. До тла сгорели десятки передвижных домов. Один человек пострадал. По словам пожарных, еще около 16 тысяч жилых строений по-прежнему находятся под угрозой. Не стихают лесные пожары и в Греции. Спасатели уже несколько дней борются с новым возгоранием, возникшим к северу от Афин. Из-за подошедшего вплотную к жилым домам огня пожарные эвакуировали жителей шести деревень, а также постояльцев местного дома престарелых. По словам очевидцев, огонь очень быстро распространялся из-за ветра. Мы смотрели, как все здесь горело. Горели дома. Все это произошло очень быстро. Нас никто не предупреждал об эвакуации. Мы просто бежали от огня. Тем временем во Франции из-за бушующих лесных пожаров на юго-востоке страны погибли уже два человека, еще 24. Пострадали. Среди них пятеро пожарных. Напомню, лесные пожары во Франции продолжаются уже несколько дней. Ассель Абдыкалыкова, Хабар, 24. Возвращаемся к событиям в нашей стране. В Усть-Каменогорске дала трещину пятиэтажка, которую сдали в эксплуатацию всего полгода назад. Жители беспокоятся за собственную безопасность и переживают за приобретенную в кредит недвижимость. С жалобами они обратились к нашим корреспондентам. Анна Ли Синбердин разбиралась, в чем причина возникновения дефекта и есть ли реальная угроза для обитателей дома. Как приняла? Акимат такой вообще-то, я не понимаю. Жители дома по улице Есенберлина 31-3 устроили экстренное собрание. На повестке дня безопасность проживания в их новом доме. Владельцы нескольких квартир, зимой страдавшие от холода, решили сделать дополнительное утепление. Но вскрыв обшивку, увидели трещину. Похоже, что строение расходится по швам. Даже внутри квартир есть микротрещины уже с другой стороны дома. Возможно, что проблема еще масштабнее. Но под сайдингом ничего не видно. Сокрушается Лянтай Кузат Хангаза. Здесь она поселилась совсем недавно с детьми и внуками. Теперь боится за их жизни. Ну, конечно, мы переживаем. Трещина идет с основания дома и расходится наверху. И это новый дом. Боимся, а вдруг разрушится? Ведь здесь живут люди у всех детей. Причем большинство квартир приобретены в ипотеку. Мама троих детей Асель Токтор Хангаза делится. За жилье им придется расплачиваться еще 9 лет. Только вот теперь никакого желания оплачивать кредит нет. Ведь даже если дом признают пригодным для жизни и отремонтируют, продать потом им свою двухкомнатную будет сложно. Теперь этот дом прославился на весь город. Кто потом захочет купить квартиры здесь? Мы же не будем всю жизнь в двух комнатах. Планировали продать, расширяться. Сейчас это все будет большой проблемой. Отдел строительства города в замешательстве. Говорят, раньше в Усть-Каменогорске дома пополам не трескались. Поэтому что и предложить людям, не знают. Нет ответа пока и на главный вопрос. Есть ли реально опасность для жизни? В данный момент видно, что это ограждающая конструкция. То есть пошла трещина. А по несущим я в данный момент не могу сказать. Это уже глубокие обследования нужны. Подрядчик же уверяет, что в беде жителей не бросит. Да и по закону дом еще на гарантии. Сегодня началась независимая экспертиза всего здания. Причем двумя разными компаниями. Одну нанимает подрядная организация, другую – жители. Мною предложено нанять дополнительную экспертную компанию со стороны жителей, которые они находят сами. Единственное, затраты по оплате данных видов работ компания-подрядчик берет на себя, дабы не приносить, скажем, какой-то материальный ущерб жителям этого дома. Пока же предварительной причиной возникновения трещины специалисты называют усадку грунта. Но точный ответ дадут только эксперты. Они же решат, подлежит ли дом реконструкции или надо расселять жителей. Анна Лисенбердина, Жигирь Вабаканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. В октябре бастуют водители общественного транспорта. Сегодня больше половины сотрудников одного из перевозчиков не вышли на маршруты. С утра десятки октябинцев простаивали на остановках в ожидании автобусов. Многие вынуждены были добираться на работу на такси. С утра многие октябинцы не смогли вовремя попасть на работу. Дожидаться автобусов пришлось не меньше часа. Ситуация практически не изменилась и ближе к обеду. Людей на остановках все больше. Многие вынуждены были уезжать на такси. Частные извозчики, что уже и неудивительно, тут же воспользовались ситуацией. Цены буквально взлетели. В 20-е вообще говорили 1-2 автобус. А 11-й с сегодняшнего дня нет. Вчера ездили. Сейчас одна женщина говорила, за Востокову нет, говорит, автопарки. Как выйдем из дома, так и будем сидеть. Уже сколько мы сидим? Не 20-й нет. Вот видите, они уже на такси сядут кто по карману. А нас нет. Нам надо на колхозской сидеть. Вот сидим. Вместе стоим. Пока вот не было еще. Не знаю, когда будет. Я уже говорю, может, пешком пошли и там дойдем на другой автобус. Ну такси, вы извините, нам не с руки. Ежедневно на линию выходит около 140 автобусов автопарка. Сегодня не появились на рабочих местах 80 водителей. По их словам, проблема в оплате труда. А водители говорят, что некоторые из них до сих пор не получили зарплату за июль. 17 дней работал, однако зарплаты пока нет. Четвертый день не могу получить деньги. Заработал 170 тысяч в тенге. По 10 тысяч за день. Пусть остается система электронного билетирования. Мы к этому не имеем отношения. Нам главное вовремя получать заработанные деньги. По договору нам должны платить 10 тысяч в день. Пусть зарплату платят до 10 числа. Кроме этого, ничего не требуем. По словам представителей предприятия, водители требуют выплачивать им заработную плату наличными, как раньше. С мая в автобусах ввели систему электронного билетирования. И зарплату сотрудникам теперь перечисляют на банковские карты. Однако некоторые водители из-за налоговых и других задолженностей не могут открыть зарплатные счета. С переходом на систему электронного билетирования наличных в кассе нет. Если бы у водителей были банковские карты, мы бы перевели деньги. Там не один-два водителя. Больше 50% не могут открыть зарплатные счета. Потому что у них долги по кредитам, алиментам, налоговые задолженности. Карты у них заблокированы. Представители автопарка говорят, что с водителями сейчас ведут переговоры. Однако как скоро они вернутся на маршрут, и пока неизвестно. Акимат принимает меры, чтобы вместо них на рейс вышли другие. Наталья Салькова, Энадин Молдобеков, Актубе, Хабар 24. В Петропавловске сразу шесть актеров Казахского драматического театра имени Савита Муканова написали заявление об увольнении. Поводом для такого протеста послужил вопрос с жилплощадью. 11 лет назад работникам культуры торжественно вручили ключи от квартир. А спустя некоторое время их оттуда решили выселять. Нургуль Ахметов разбиралась в чем же дело. Актерам Казахского драматического театра сейчас не до сцены. Жилищный вопрос мешает. Четыре семьи живут в доме врача буквально на птичьих правах. Хотя ключи от этой жилплощади им вручали в торжественной обстановке в 2010 году. Приватизировать квартиры новоселы так и не смогли. А с недавних пор им стали приходить уведомления с требованием о выселении. Работники культуры просили решить эту проблему, но ничего не добившись написали заявление об увольнении. Мы, шесть актеров, написали заявление. А главная причина нашего ухода с театра – жилищные проблемы. Предлагают дома, квартиры, которые ведомственные. Это тоже является коммунальной. Это не решение нашего вопроса. Потому что что жить здесь, что там, я смысла не вижу. До этого, которые вместе с нами получали квартиры, они все уже сделали приватизацию на себя. Я не прошу чью-то чужую квартиру, а то многие думают, что мы требуем жилье. Нет, просто дайте нам возможность приватизировать то, что нам подарили на 10-летний юбилей театра. Все, больше ничего не нужно. В Казахском драматическом театре заявления актеров об увольнении еще не подписали. Там провели беседу с работниками и попросили не рубить сгоряча. Тем более в регионе острая нехватка кадров в этой сфере. И если уйдут сразу шестеро из 20 актеров, то выступать будет попросту некому. Конечно, будет тяжело. Весь репертуар, все постановки связаны с этими актерами. Специально приезжали режиссеры, готовили. Столько труда может пропасть зря. Тем временем в Управлении культуры пытаются решить жилищную проблему, которая уже давно назрела в актерской среде. Там сообщили, что направляли ходатайство в городской акимат с просьбой выделить жилплощадь работникам, которые много лет трудятся в этой сфере. В настоящее время имеются две квартиры, трехкомнатные квартиры, которые с завтрашнего дня начнется процедура передачи его на баланс нашего казахского театра имени Сабит-Муканова. Остальные две квартиры для оставшихся двух актеров, семи двух актеров, по мере, скажем так, высвобождения квартир, этот вопрос также мы будем ходатайствовать. Здесь вопрос будет рассматриваться с приватизацией, но через определенный период. Согласятся ли актеры на эти условия и заберут ли назад свои заявления об увольнении, пока неизвестно, но настроены они решительно. И если не найдется компромисс, то работники культуры готовы сменить профессию и даже уехать из региона. И в завершении выпуска странное поведение рыб в Атерау попало на видео. Они буквально вылетали самостоятельно из воды и запрыгивали в лодку. Причем это не единичный случай. Летающих рыб, в основном карповых, можно увидеть по всему водоем. Специалисты назвали сразу несколько возможных причин такого поведения пресноводных. На это мог повлиять период нереста, плохое качество воды и недостаток кислорода, а также яркое освещение или громкие звуки. Стоит отметить, последние два года на реках Жаик и Кигаши ведут дноуглубительные работы. Возможно, это также повлияло на то, что рыбы решили полетать. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»